Здравствуйте! Вот вообще на историю, на историю, наверное, последних двух, нет, даже трёх веков, начиная с 18-го, наложил свой отпечаток отношения между Великобританией и Россией. Вот эти вот отношения, они были, ну, как вам сказать-то, не очень хорошими, мягко говоря, в основном-то, да? Вот знаете, вот что англичанка гадит, да, вот англичанка чем-то вредит. Ну, они неровные, ведь вы помните, во Второй мировой войне мы были союзниками, в Первой мировой были союзниками, в войне против Наполеона то были союзниками, то противниками, да, вот так было, да. Вот, вот такие были нюансы. Значит, что так получилось? Дело в том, что Британия, страна замечательная, гордые британцы правят морями. Ну, вот эти гордые британцы править морями стали, наверное, только с времён Елизаветы Первой, да? То есть это, грубо говоря, 16-й век, они вышли, так сказать, на морские просторы. А до этого они были сугубо, так сказать, островной державой, у которой были свои проблемы, которые, в общем-то, себе сами обеспечивали. И даже решил их король, что сам будет в религиозном отношении окормлять свою паству своих подданных. Вот он, значит, вышел из подчинения Папе Римскому, отделился от всех. Это очень было важное решение, которое, ну, в дальнейшем подорвало, скажем так, мировой порядок. Об этом как в другой раз поговорил. А так вообще-то остров-то очень опасно находится. Если кто-то найдёт способ безопасно переправиться через пролив, там, по-моему, километров 30, и высадится, то всё. А ведь бывали там гости дорогие у них, исторические-то викинги, датчане. Они им дань платили. Дань Дании, да? Такое есть стихотворение у великого британского поэта. Вот, Дань Дании. Киплинг его зовут. Ей нужно было так делать с Россией, Британией. Столкнулись их интересы уже в 18 веке. В 18 веке, когда Россия, скажем так, завоёвывала выход себе к Балтийскому морю, вот эта Великая Северная война, ну, можете убрать слово Великая, но всё равно Северная война, долголетняя эта война. И вот тогда они, так сказать, ну, не вмешивались, издалека наблюдали, в надежде, что шведы победят. Но шведы не победили. И шведская корона в ту пору была уже на, так сказать, потихонечку пикировала, потому что англичане их обошли. Да. Потому что англичане придумали, как получать железо без деревесного угля. В Швеции была страной деревесного уголя, страной дерева. Вот. А Англия страна каменного уголя. Из каменного уголя научились делать кокс. Всё. И дальше вы знаете, как с помощью кокса выплавляют из железной руды, значит, получают сталь. Вот так, длительный процесс, но его получают. Вот. И вот это такое вот как-то было... Ведь Великобритания вмешивалась даже в Семилетнюю войну. Вот помните, такая была Семилетняя война? Это была эпоха Елизаветы Петровны. Вот конец правления Елизаветы Петровны, начало правления Петра Третьего. Вот. А в Семилетнюю войну, вообще-то, она велась, эта война, со стороны, так сказать, Британии была поддержка. Единственная страна, которая поддерживала Пруссию, это была Британия на тот момент. Британская империя. И вот Британия вела свою эту войну против союзников, противостоящих, там, Франция, Австрия, Россия, противостоявших Германии, ну, есть Пруссии, простите, на разных континентах. В Индии они оттуда, значит, вытолкали, значит, колониалистов французских. Захватили Квебек, это в Канаде, да, вот это вот то, что они делали. Ну, и так уж как-то вот такой осадочек остался, осадочек остался после этой войны у нас. И когда начался конфликт в Северной Америке, это война за независимость Соединённых Штатов, то Россия, в общем-то, высказала такое дружеские чувства. Понятно, что вмешаться она не могла. Значит, первый, наверное, раз, значит, вмешалась в американские дела Россия уже после Крымской войны. Сейчас я вам расскажу, как это было дело. Значит, ну, во-первых, откуда взялась так называемая Крымская война? Сейчас мы её называем Крымская война. На самом деле она называлась война не Крымская, она называлась Великая Восточная война. Потому что это была война Запада, коалиции западной. Возглавляла эту коалицию Англия и Франция. В общем-то, в Англии и Франции входило в неё, значит, Сардинское, по-моему, королевство. Это из Италии. Это из Италии и Турки. И они, откуда вся эта проблема взялась? Дело в том, что уже с 18 века под ударами русской армии и австрийской армии поднесла огромное поражение Турция. И сохранялась она только благодаря тому, что западные державы, то есть Франция и Англия, не давали уничтожить Турцию. Потому что в противном случае на Востоке появлялась, значит, вакуум силы, который моментально заполняла Россия в основном. Ну, может быть, в меньшей степени империя Газбургов. Но Россия-то точно, потому что она там вообще граничит со всем Востоком. И, знаете, вот инфильтрация русской силы, значит, в Турцию, на Ближний Восток, в Иран, а там Индия, жемчужина короны английской. Она даже не так дорога была своими богатствами, как своим огромным рынком сбыта. Вот для них она была важна. Огромный рынок сбыта для английских промышленных товаров. Вот, для промышленности английской. Вот. Ну, и не давали. Вот это был вот этот вот замок, который вот закрывал английскую Азию от всех прочих. Понимаете? Вот так вот получалось странно. Вот это первая война была, значит, в Крыму. Вот открытое столкновение с Британией, Францией. Ну, Россия, считается, ее проиграла, хотя могло быть гораздо хуже. Да, могло быть гораздо хуже. На самом деле, те, которые живописуют это поражение, как там крепости надо было уничтожать наши, где-то там что-то отступать, куда-то уходить. Но на самом деле, на Балтийском море они ничего не смогли сделать, на Белом море ничего не смогли сделать, на Тихом океане ничего не смогли сделать. Из Канады против Аляски, а тогда это была Русская Америка, ничего не смогли сделать. Так что, я не думаю, что была такая победа. Это было поражение с нашей стороны, но не было с их стороны победы, на самом деле. Да, это обеспечило сохранение, значит, Оттаманской империи, как там блистательные порты. В итоге это все привело к современному положению на Ближнем Востоке, потому что, если бы в XVIII веке еще могла бы пасть ведь эта самая Турецкая империя, вот представляете, вот для свободного Ближнего Востока, Ближний Восток освободился только совсем недавно, после 1919 года. Он перестал принадлежать Турции. А вот если бы он восстановился на 100 лет, на 150 лет раньше, как вы думаете, это сейчас был бы совсем другой мир. Мы бы жили совсем в другом мире, если бы не вот эта склока между Россией и Британией. Ну, кстати говоря, Россия поддержала североамериканские штаты. Во все время гражданской войны в США две русские эскадры гостили, одна в Нью-Йорке, другая в Сан-Франциско. Это значит на восточно-западном побережье, для того, чтобы силы европейские не могли вмешаться на стороне южан, против вот этих вот юнионистов. То есть вот это вот, ну, столь ли велика была поддержка, я сказать не могу, но факт вот их присутствия, все войну, это вот хорошо известно. Вот это вот, это воспрепятствовало применению силы со стороны, так сказать, третьих стран, скажем так, посторонних сторон этого конфликта. Я вот подумал стран, потому что юг и север, это, в общем, вроде как одна страна они были, да, так что это не назовешь со стороны третьих стран. Вот, ну и плюс к этому борьба за Центральную Азию. За Центральную Азию. Очень боялись англичане, это называлось там турнир теней, или вот такая вот, какая вот тайная война. Она, Россия выходила в Центральную Азию не только потому, что там, ну, как-то вот ей надо было какое-то установить господство над территорией, она тоже боялась туда вторжения со стороны Англии, потому что англичане работали над тем, чтобы захватить Афганистан. Следующее их движение было в Центральную Азию, там, где вот, ну, мы называем Средней Азией сейчас. Ну, как в мое время называли это, Узбекистан, Таджикистан, вот эти вот места. Вот, ну вот, воспретили туда им проход, поддерживали афганскую власть тогдашнюю, независимую от британцев. Вот такие вот были тогда истории. Британцы очень боялись, что русские как-то вот что-то схитрят. У них был такой проект у русских, когда после того, как Китай уступил России права на Дальний Восток, его стали заселять крестьянами, которые перевозили из Балтийского и Черного морей, вот из портов, вокруг Африки, мимо Австралии. И австралийцы забили тревогу, они сказали, что это русские делают обманный маневр. Они на самом деле хотят высадиться в Австралии. Вот, а вот Австралию спасти Англия не сможет, потому что на Индийском океане у неё есть силы где-то в Индии незначительные. И получается удивительная ситуация. Если они перебрасывают эти силы для борьбы с этими русскими мужиками в Австралию, то тогда русские через Афганистан вторгаются в Индию. То есть такая вот ситуация, так сказать, из Тришкин-Кафтан. Ну, правда, так сказать, Форин офис в это не поверил. И самое главное, таких планов не было у русского правительства. Вот такие дела. Да, самое главное забыл. Ведь когда Павел Петрович, Павел Первый, договорился с Наполеоном отнять Индию у англичан, это было как раз на стыке 18-19 веков, то английский посол способствовал возникнению заговора. И Павел Петровича умертвили, а казаков, которые были уже отправлены в поход, казаков-атамана Платова, вернули обратно на Дон. Вот такие дела. Дела печальные, но ничего не поделаешь. Ну, кстати, Англия и положительную роль сыграла в новейшей истории России. Я говорю не про помощь во время Второй мировой войны, которая неоценима, а я говорю про помощь на излёте Первой мировой. Дело в том, что когда Первая мировая война стала заканчиваться и закончилась, ну вот у нас на Восточном фронте она закончилась раньше, начались переделы, делёжки. Все страны, вновь образовавшиеся, Польша, Финляндия, стали бороться за захват территорий. Первой спохватилась Финляндия. Она ещё не кончилась война, ещё не было Компенского мира, Компенского перемирия. Они вторглись в то, что называется Карелло-финское АССР, по моё время называлось, с тем, чтобы присоединить к Великой Финляндии своей. Вот, вторглись так называемые белофины. Они выгнали красных финнов, которые были за большевиков, и туда вторглись. Так вот, значит, всех этих красных финнов собрали, вооружили, и добавили к ним китайцев, которые тут же стали красными, а эти китайцы там строили дорогу на Мурманск. Вот эта вот дорога, она была стратегически важна, её строили. А Мурманск контролировали тогда англичане. Вот, тот момент. И вот они, англичане, вот и помогли, ну, собственно, выиграли, да, выиграли чужими руками, выиграли первую советско-финскую войну. Её для нас англичане выиграли. Помните, был такой фильм, фильм-фильм-фильм, Ширли-Мэрли, И вот там, значит, цыганский барон, задержанный милицией, говорит, «Забыли, кто для вас Куликовскую битву выиграл!» Вот, так что, забыли, кто для вас выиграл первую советско-финскую войну. Ещё тогда, вот в том, в 18-19 году она была. Ну, ладно, спасибо вам большое, в 18-м, то есть. Ну, важный вот что ещё. Я вам все эти байки рассказываю для того, чтобы привлечь ваше внимание к себе, к своей, расположить вас к себе, с тем, что вы мне прислали денег, подаяния дали на прожитьё. Я вот такой вот интернет-нищий. Профессия такая. И я думаю, что это лучше, чем быть, значит, убийцей или интернет-жуликом, правда? Интернет-нищий, это звучит красиво. Нищий философ, пожалуйста, понимаете. Что-то типа Диогена, только без бочки. Внизу у меня есть PayPal, как туда вам можете послать деньги из-за границы, Яндекс.Деньги, даже из Британии, даже из Лондона. This is London. Russian. Тогда так назывались, начинались передачи BBC на русском языке. Это лам-пам-пам-па. Нет, это голос Америки. Washington, D.C. Вот это там. Ладно. Значит, PayPal, Яндекс.Деньги, Киевик, кошелёк, кошелёк ВКонтакте, Donation Alerts. И есть ещё там у меня номер счёта в Сбербанке, номер сбербанкской карточки, само собой. Ну вот, шлите, я с удовольствием их приму. Да и всё-таки с необходимостью приму их. Вот такие дела. И с благодарностью. Спасибо вам большое. Жду от вас подаяния. Ничего не поделаешь. Нищий философ.